Древнегреческая философия эвристична. Вот прекрасное слово эвристична. Эвристика. Наука о поиске. Помните слова Архимеда? Эврика. Нашел. Так вот, древнегреческая мысль несет в себе такой эвристический фермент. Фермент всегда свежий, всегда активный. И вот сегодня я буду постоянно этот фермент использовать, буду им заправлять, как свой текст. В центре моего внимания сегодня окажется философ, имя которого Фалес. Родоначальник и философии, и науки. Годы его жизни приводятся очень точно. 625-547 год до нашей эры. 625-547 год до нашей эры. Как вы чувствуете, вот 500-й год, это как бы для него такой период акма, период зрелости. Родился он в городе Милет, это Малая Азия. Основал научную школу, которая называется Милетская школа. Вы знаете, у меня есть такое выражение, наивен как древний грек. Это не осуждение. Это, скорее всего, даже позитивная оценка. Наивность – это чистота. Наивность – это непосредственность. Вот греки, они были первыми. Они открывали пути в науку. Вот эта их первичность, она имеет для нас большую ценность. Полезно как бы заново пережить, пережить то, что переживали они. Я бы сказал так. Греция, греческая цивилизация – это наше детство. Это детство человеческой культуры, именно детство. Ребенок наивен, ну и что ж, это замечательно. Но вы знаете, какое выражение. Истинно глаголит устами владенца. Прекрасные слова, которые впервые мы встречаем в текстах святых отцов. Истинно глаголит устами владенца. Так вот, устами наивных греков глаголили многие великие истины. Я буду эту аналогию постоянно сегодня проводить. Она очень красивая, эта аналогия. Детство человечества и детство в обычном смысле слова, детство каждого из нас. Но вы знаете, что дети, когда они начинают анализировать мир, они любят ломать игрушки. Это очень ценная акция – сломать игрушку. Потому что в это время в ребенке просыпается именно аналитическое мышление, анализ. Вот из чего состоит игрушка? Надо в этом разобраться. Идет, я бы сказал так, вот мне это слово нравится, демонтаж игрушки. Демонтаж. Ребенок хочет добраться до каких-то оснований, до каких-то исходных элементов. Только я бы сказал так, что вот наука начинается с ощущения того, что мир – это большая игрушка, это большая игрушка, ее надо разобрать на части. Ее надо разобрать на части. Этим и занимались первые ученые. Понять, из чего состоит мир. Для этого надо мир разложить на составные блоки. Это расчленение продолжить до некоторого предела, если он есть. Греки считали, что он есть. Когда этот процесс расчленения остановится, остановится, мы дойдем до некоторого порога, дойдем до некоторого рубежа, откроем последний элемент, последний элемент, или первый элемент, что одно и то же в данном случае. Так вот, Фаллес, он и осуществил такой аналитический демонтаж мира, он открыл такой первый элемент, и я к этому вернусь, я вокруг этого буду строить свой рассказ, я как бы сейчас сделал экспозицию, для дальнейшего, чтобы вы поняли, о чем пойдет у нас речь. А пока вот я возвращаюсь в детство. Но вы, наверное, помните, что в 19 веке, в середине этого столетия, был открыт так называемый биогенетический закон. Вот я очень люблю этот закон вспоминать, потому что, опять-таки, он очень и очень евристичен. Биогенетический закон, который говорит, что развитие индивида сокращенно повторяет развитие всего вида. Помните, в филогенесте повторяет сентогенез. Короче говоря, развитие человеческого зародыша проходит через все основные эволюционные этапы, через которые прошел класс млекопитающих. Очень красивая закономерность. Этот закон был экстраполирован на социальный уровень. Педагогики он широко обсуждался, что ребенок воспроизводит, воспроизводит основные этапы исторического пути. Это уже не биология, это уже социология. В этом законе много спорили. Как в рамках биологии, так и в рамках социологии. Но я скажу одно. Вот этот закон очень хорошо работает в философии. Он работает безупречно. Развитие ребенка повторяет развитие человечества. В плане философского. В плане развития мышления. Вот это бесспорно. Это бесспорно. Так вот, я сейчас буду говорить, как бы, сразу имею в виду два плана. Говорю ли я о становлении научного мышления человечества, или говорю ли о становлении аналитического мышления ребенка. Неважно. Неважно. Разные объекты, но суть одна. Процесс один и тот же. Вот с чего начинается познание? С чего начинал Фалес? С чего начало каждый из вас? Начинается с того, что вам открывается мир, как разнообразие. Мир открывается, как разнообразие. Вот. Первая категория, которую мы сегодня с вами задействовали, это категория разнообразия. И знаете что? Вот эта категория не нуждается ни в каких пояснениях. Ни в каких определениях. Что такое разнообразие? Разнообразие это все, что нас окружает. Разнообразие, если пишем о себе, да оно нам непосредственно. Мы его, это разнообразие, сразу приемлем, как некоторую данность. Разнообразие. Ну, я сегодня могу сказать, что разнообразие это информация. Нас окружает информация. Разнообразие это мир информации. Каждый из нас сталкивался с этим разнообразием. С ним столкнулись и древние греки. Первое. Это контакт с разнообразием. Контакт, который вообще-то, знаете, может иметь некоторое сходство со стрессом. Почему? Разнообразие ошеломляет. Мир очень богат. Красками, формами, звуками. Это разнообразие действительно ошеломительно. И очень трудно в этом разнообразии разобраться. Разобраться. Вот возникает потребность и у наших предков, пусть это было древние греки, и у нас с вами, когда мы были маленькими, возникает потребность в этом разнообразии сориентироваться. Ориентация в разнообразии. Ориентация в разнообразии. Вот мы начинаем это разнообразие осваивать. И уже сразу, сразу, у греков это произошло на понятийном уровне. Ребенка это происходит на уровне бессознательного. Но перед нами встает дилемма. Что такое это разнообразие? Какова его природа? Это беспорядок или это порядок? Вот в этом разнообразии вообще, в принципе, можно разобраться или оно хаотично? Вот, отметьте себя. Первая дилемма, первая дилемма, первая альтернатива, с которой сталкивается мышление. Но если это перевести на язык таких более общих категорий, то это звучит так. Мир это хаос или космос? Мир это хаос или космос? Хаос это неорганизованное разнообразие, неорганизованное разнообразие. Организование, в котором заведомо нельзя ориентироваться. Разнообразие, в котором мы потеряемся, а может быть и погибнем. Вот именно ощущение того, что мир хаотичен, это ощущение привело к мифологиям лабиринта. Лабиринт, мир как лабиринт, в котором нельзя разобраться. По поводу лабиринта обречен остаться в нем. Безвыходность, запутанность, запутанность. Вот мифология лабиринта несет память этого стресса, этого шока, когда человек впервые понял, как сложен мир, и его это разнообразие давило, угнетало. Он боялся этого разнообразия, страх перед разнообразием. И отсюда вот ощущение, глубинное ощущение, оно имеет глубину архетипа. Мы вот на будущей лекции будем много говорить про архетипы. Вот есть архетип лабиринта. Обратите внимание, это то, что мы несем своим бессознательным. В каждом человеке этот архетип живет. Как про память той давней поры. Вот где работает биогенический закон. Каждый из нас во сне бывал в лабиринте, во сне переживал ощущение ситуации безвыгодной, безнадежной. Это очень серьезно. Но человек существо мужественное, он все-таки пытается понять разнообразие. И он начинает что делать? Он начинает разнообразие систематизировать. Вот начало науки. Наука начинается с классификации явлений. С этого начинается наш путь в мир. Мы явления классифицируем. Это дяди, это дяди, это большие, это маленькие, это живые, это мертвые, это живое, это мертвые, мертвые. Правильно, да? Мы начинаем классифицировать явления. Обратите внимание, в самых простых классификациях, в самых простых, в детских классификациях, всегда имеется как бы два алгоритма. Всегда. Первый это дихотомия, дихотомия, плюс, минус, да, нет, белое, черное. это архетип, это тоже конструкция, которая нам как бы вот врождена. Из этой конструкции стоит какая-то фундаментальная, глубинная, бинарность бытия, двойственность бытия. Мы об этом будем говорить отдельно. И другой алгоритм, это аналогия, это выстраивание параллельных рядов, параллельных рядов. Ну вот есть мир взрослых, да, большие предметы. Есть мир игрушек, так, он есть аналог взрослого мира. Вот два параллельных ряда, очень красивые ряды. Но вот здесь ребенок как раз уже отрабатывает прием мышления, который мы называем аналогией. Ну я привел очень простые примеры. они вездесущие. Все наши классифика строятся на дихотомиях и на параллелизмах. Куда вы не бросите взгляд, всегда мы увидим эти два приема. Хорошо. Итак, мы начинаем разнообразие осваивать. Что мы делаем? Мы ищем какие-то общие признаки в разнообразии. Общие признаки. Заметим, вот я сейчас поясняю. Разнообразие можно сказать так. как закон разнообразие. Как можно сформулировать? Разнообразие состоит из единичных явлений. Очень простая фраза, но очень глубокая. Разнообразие состоит из единичных явлений. Вот я вожу категорию единичного. Очень важная категория. Что такое единичное? Это то, что неповторимое, это то, что индивидуальное, это то, что существует в одном экземпляре, это то, что не дублируется. Вот разнообразие это вообще мир единичного. На то оно и разнообразие. На то оно и есть чувственная данность. Хорошо. Тем не менее, наш взгляд в этом разнообразии единичного находит общие признаки. Общие признаки, которые мы будем называть инвариантами. Инвариант. Я вхожу в лес. Да, это очень сложно. В лесу можно сбудиться. Не только географически или топографически, а завладиться сущностно, завладиться в разнообразии леса в плане его, так сказать, систематического богатства. Хорошо, но я вижу, что вот это деревья, это травы. Да, вот это деревья, которых что-то полится. Хвоя, да, хвойные деревья. Вот это деревья-листые, но у них отпадают листья. Я начинаю, запишем у себя, я начинаю разнообразие растений разбивать подмножество. Разнообразие растений разбиваем подмножество. На классы, на классы. Множество класс, так. Вот разнообразие трав, я сказал, разнообразие трав, это отдельный класс. Разнообразие деревьев, это отдельный класс. Теперь я эти разнообразия начинаю дифференцировать. Так. Я говорю хвойные деревья, я говорю лиственные деревья. Классификация. систематизация явления. Смотрите, разнообразие идет нам навстречу. Разнообразие откликается на наши потребности ориентироваться. Начинаем ладить с разнообразием, мы к нему адаптируемся. Адаптация. Адаптироваться к разнообразию, чтобы оно тебя не подавляло, не угнетало, чтобы ты чувствовал в нем себя как дома. Разложить мир по полочкам. О, этим много занималось очень долго, и мы специально подсветим этой теме часть лекции философские проблемы классификации и систематизации. Здесь достигнуты прекрасные выдающиеся результаты на этой стезе. Каждый из нас классификатор, каждый из нас систематизатор. Пускай это может быть наивные классификации, но они есть. Итак, мы ищем иновариант. Мы ищем общее единичное. Вот это уже философия. Настоящая философия. Мы ищем общее единичное. Мы обобщаем. Мы обобщаем. Великая функция нашего разума это функция обобщения. Великая. Грандиозная. Ну вот много говорят о том, что является критерием различия между животными и человеком. Но марксизм опирал допирал на труд. Да, конечно, труд это прерогатива человека, но элементы трудовых операций есть и в животном мире все-таки, как-никак. А все-таки самой главной чертой, отличающей человека от животных, является способность к понятийному мышлению. Мыслить в понятиях. А понятие это всегда обобщение. Вот давайте так и запишем, что понятие это любое понятие. Самое простое это обобщение. Вот это действительно наше прерогатива. Вот это действительно то, что нас отличает от животных. Мы способны генерировать общие понятия. Животное мыслит, но как? Мыслит на уровне чувствных образов. Чувственные образы они наглядные, они конкретные, они всегда отражают единичное. Животное не обобщает. Да, конечно, у него какое-то инструктивное обобщение есть на уровне инстинкта. Да, конечно, животное обучаемо, но животное свое обучение не закрепляет в понятиях, а мы закрепляем. И это выдающийся особенность именно человеческого мозга, человеческого сознания. Хорошо, мы образуем общие понятия. И вот здесь начинается выстраивание лестницы. Выстраивание лестницы. Мы поднимаемся по ступеням обобщения. лестницы. Мы образуем все более и более общие понятия. Травы, деревья, растения, растения более общие понятия, организм еще более общие понятия. Вы чувствуете, да? Вот это иерархия. Помните ботанику, помните классификационные схемы ботаники, как-то все хорошо запоминают. Верно, да? вот индивид, вид, семейство, отряд, вид, род, семейство, отряд, класс, тип. Помните эту схему, да? Очень красивая схема, она присутствует в любой классификации, но как-то ботаник, она вообще биология очень красиво себя проявляет, и тут все ниши заполнены, все ступени заняты, и это наглядно. Так вот, мы поднимаемся по этой лестнице, образуя все более и более общие понятия. Вот пора ввести категории единства и разнообразия. Но что мы делали сейчас в течение всего этого времени? Мы искали единство и разнообразия на разных уровнях. Классификация это и есть поиск единства и разнообразия. Единство и разнообразия. Мы выявляли связь явлений. Эти связи мы общали и получали хорошие результаты. Так вот, ответьте в себя, что философия отличается от всех других наук. Главное отличие. Мы с вами занимаемся чем? Философией и наукой. Мы занимаемся философией. Не просто мы изучаем науку. Мы не наукоеды. Мы философы и науки в данный момент. Философия имеет склонность образовывать предельно общие понятия. Философия максималистична. Философии присущ максимализму. Дойти до понятия, которое всеохвално. Которое универсально. Универсально. Потолок. Отлети до потолка. Собственно, эту задачу впервые и поставил Фалес. И другие философы. Как Милецкая школа, так и других греческих школ. То есть, как эту задачу можно сформулировать? Вот максималистская формулировка задачи. Задача. И это, то, что я скажу, это, собственно говоря, один из алгоритмов зарождения науки. Может быть, алгоритм номер один. Есть и другие выходы на науку. Мы их тоже рассмотрим. Вот это, наверное, магистральный выход. Так. Берем разнообразие в целом. Разнообразие, которое изучают и физики, и химики, и биологи, и сосологи. Берем все. Вот пишем все с большой буквы. Философ берет все с большой буквы. Философ никогда не будет интересоваться частным. Частным. Локальным. Философа волнует все. Вот у него такая амбиция, у него такая претензия. Именно вся охватность. И у вас ставится задача, максималистская задача. Вот вы должны ее внутренне понять и почувствовать. Но мы в своем индивидуальном развитии иногда доходим тоже до такой проблемы. А вот есть ли единое начало во всем разнообразии? Есть ли инвариант всего? Вот так я бы сказал. Есть ли инвариант всего? Еще раз напоминаю, что слово «все» мы пишем с большой буквы. Все это для нас в данном случае некая категория. Вот Фаллес был одержим этой проблемой. И его современники, и его восприемники. Я бы сказал так. В общем-то, вот эта проблема, она была и остается одной из главных проблем науки. Можно ли мировое разнообразие свести к одному началу? Вот так это можно записать. Можно ли мировое разнообразие свести к одному началу? Свидение. Иногда вместо слова «свидение» используют слово «редукция». Редукция. Я вот сейчас предлагаю вам записать выражение, такое вот очень, как бы сказать, характерное для языка философии науки. Редуцируется ли разнообразие к фундаментальной основе? Редуцируется ли разнообразие к фундаментальной основе? То же самое, что сводится. Но слово «сводится» не всех устраивает. Вот есть слово «редукция». То же самое, что сведение. Вы знаете, это проблема, которая и сегодня занимает физиков. Вот есть действительно элементарные частицы. Она занимает и биологов. Вот жизнь, она едина своей основой или нет? Она волнует статологию. Чечество, оно однородно. Оно происходит из одного корня, полифилия. То есть, видите, монофилия. Монофилия, это когда из одного корня. А полифилия, когда из нескольких корней. Очень серьезная проблема. Вот мы монофилитичны или полифилитичны? Видите, на разных уровнях одна и та же проблема. Но я сейчас беру уровень самый глубокий. Физический уровень. Проблема была поставлена греками. Полезом она была поставлена. Вот его великая заслуга. Это было сколько веков назад? 25 веков назад, да. Ну что? Проблема остается проблемой. Вот то, что он эту проблему поставил, его великая заслуга. Ему надо за это низко-низко поклониться. Уже за то, что проблема. Он дал ее решение. Наверное, наивное. Но для своего времени гениальное. Валец сказал, что все происходит из воды. Вот такой субстанцией он считал воду. Так оно надо понимать. Вот я хочу, чтобы мы иногда записывали цитаты. Цитаты. Так. Ну вот самая такая, конечно, цитата ходовая. Это... Цитата, приписанная Валесу. Наверное, не без оснований. Все из воды. Вот фраза. Берется в кавычки. Все из воды. Его резюме. Авторское резюме своего учения. Все из воды. Вот я хочу сейчас вам предложить записать некоторые цитаты из правительства. Мы знаем Валеса только в изложении. Только в изложении. Только в передаче через других авторов. Вот как Аристотель поясняет, что такое основа. Но я хочу сказать, что вот... Давайте, прежде чем я процентирую Аристотеля, я в таком веду некоторое понятие. Значит, греки мир демонтируют. Вот Валес мир демонтирует, разбирает его. И вот он доходит до исходных оснований. Эти основания называются по-разному. Вот. Называются они первостихией. Первостихия. Вот. Первый элемент. Первый элемент. Это греческие понятия. Наряду с ними в ноги используются римское, латинское понятие, латинское категорие, субстанция. Субстанция. Вот я часто буду это слово использовать. Субстанция. Ну, знаете, вот, если так возьмете словарь, то в словаре вы что прочтете? То, что лежит в основе. Вот так, перевод. То, что лежит в основе. Но гораздо проще можно перевести это слово, потому что есть калька под него очень хорошая. Что такое калька? Когда даже грамматические слова из разных языков аналогично друг другу. Под основа. Субстанция. Под основа. Под основа. Но под основу это еще глубже, чем основа. Вот здесь как бы утрируется, гиперболизируется вот этот момент, момент фундаментальности. Ну вот, Фалес искал под основу мира. Фалес искал субстанцию и сказал, что такой субстанцией является вода. Вот как это передает Аристотель. Запишем, прокомментируем его. Потому что вот перед нами образец именно философской фразы. Это, видно, вот это философия науки. Это уже философия науки. Вот как она, философия науки, себя заявляет. Напишем, первые стихи это то, он имеет в виду Фалеса, но это относится к другим грекам. Первые стихи это то, из чего все сущие, сущие, то есть существующие, это философский такой термин, все сущие вещи состоят, из чего все сущие вещи состоят, из чего, как из первого, они возникают, и во что, как в последнее, забитые сами ставьте, и во что, как в последнее, они уничтожаются, они уничтожаются. Я бы еще подписал бы здесь слово разрешаются, вот я бы перевел бы это, ну и перевод, как он и есть, публикация, оно уничтожается, имеется в виду разрешается, разрешается. Вот так лучше перевести бы. Вот что в этой фразе нас должно заинтересовать? Вот перед нами пример и философского мышления, и философского исака. Обратите внимание, философское мышление здесь проявлено, и результат этого мышления зафиксировано на философском языке. Вот философу интересует что? Начало и концы. То, с чего все начинается, и то, с чем все кончается. Крайние точки, крайние точки. Запишем. Это экстремума. Экстремума. Экстремума, да. Начало и концы. Альфа и омега. Все, что между, этим занимаются конкретные науки. Вот амплитуда философии. Этим занимаются. Этим занимаются конкретные науки. Всем, что там лежит в серединке, по краям, да. Вот. Философом интересуются эти крайние точки. Начало и концы. Философии ищут именно экстремума, то есть крайние сущности. И вот как раз Валес мысленно разлагая мир, но отчасти разлагая экспериментально, сколько тогда это было возможно, даже не было технологии соответствующей, лабораторной. Вот сколько он мог, он это делал. Вот он дошел до экстремума, дошел до края. Дальше двигаться некуда. Вот это фундамент космоса. Фундамент космоса, это вода. Хорошо. Теперь вот еще один текст. Один текст, так. Вот. Был такой философ Ипполит. Давайте Шукотину записывать. Но я не буду о нем много говорить, потому что эта фигура такая эмизиадическая, но вот все-таки на него ссылаются. Ипполит, он очень кратко показал динамику этой субстанции. Динамику. Вот как она себя проявляет. Все образуется из воды путем ее затвердения, а также испарения. Все образуется из воды путем ее затвердения, путем ее затвердения, а также испарения. два процесса затвердения вода как бы сгущается получаются твердые тела самые разные твердые тела наоборот вода разряжается разряжается водоиспарение это и различного рода газы и пламя и так далее короче говоря все что мы с вами видим это модификации воды хорошее слово модификация 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 воды все можно вернуть назад воду все из воды началось и все закончится возвратом к этому началу к этой первой стихии что здесь интересно для нас вот здесь там как бы алгоритм метаморфоз происходит метаморфозы происходит превращение одной субстанции одно единственный так эти превращения эти метаморфозы эти трансформации хорошее слово трансформация да они обеспечивают разнообразие мира вот форекс понял что вот разнообразие мира редусируется к воде чтобы все что мы с вами видим это как бы вариация на тему воды вариация на тему вот если поглубже копнуть то мы везде будем находить только воду ну да греки наивны я согласен но тем менее вы должны помнить что ведь первым элементом химической таблицы является водород правильно водород рождающий воду в общем то что такое там есть элементами дерева это метаморфозы водорода это трансформация водорода прибавляется ядерные частицы к исходному ядру наращивается электронная оболочка и мы получаем что мы получаем разнообразие химических элементов водород это первичный элемент водород начинается эволюция вещества во вселенной так что присесть военности где-то вот фалец попал в точку хорошо мы еще вернемся к проблеме субстанции значит вы поняли да еще раз обобщаю что ставится ставится проблема единства разнообразия на уровне максималистичном возможно ли все разнообразие редусировать к одной субстанции валец говорит да и и предлагает в качестве модели субстанции воду трактует разнообразие мира как модификации воды как трансформация одного и того же исходного элемента трансформация может идти в двух направлениях или уплотнение или разрежение мир объяснен обратите внимание очень экономно наука любит экономность мир устроен экономно мир устроен в общем-то просто хотя это просто так бездонно своей сущности если вот нам предлагают объяснение нравится нам не нравится но она вот сыграла великую роль в истории науки хорошо мы вернемся к проблемам субстанции очень скоро пока еще некоторые эпизоды из научной биографии из научной биографии фалеса просто свидетельство о нем и каждый из них имеет какой-то вот для нас с вами важный момент с рождения науки как раз и как раз и греки конечно знали про египет и бывали в египте естественно и фалес был на плата гизе где стоят великие пирамиды первые тогда были облицованы плитами и плиты эти были тщательно шлифованы забраться наверх было невозможно по пирамиде потом арабы их растащили эти эту обшивку и вот остается дача перед фалесом как измерить высоту пирамиды любопытство любознание да это уже какая проблема эта проблема геометрическая геометрическая вот как ее решить забраться на беру до невозможно очень скользко и вот полез предлагает следующий путь он выбирает такой момент суток такой момент дня когда солнце занимает позицию определенную на небе и когда те его фалеса и него в леса равна его его росту вот такой момент данный момент приходящий правильно да знаете что на рассвете на закате тени длинные а если солнце стоит сидите что бывает далеко не в каждой точке земного шара знаете где это бывает вообще нет тени тень как говорится варьирует вот я не постоянно а вот есть момент когда объекты его тень одинаково хорошо выбираем такой момент пирамид отбрасывает тень быстренько выбери правильный шнур и замеряй длину тени вот и все решение все решение да вот обращаю ваше внимание что здесь впервые по истории науки использован метод аналогии это аналогия который для науки имеет конечно огромное значение это аналогия ну вы знаете вот почему я сказал что буду к следующие лекции вас время отсылать а как как вообще в лес пришел к идее что вот возможно равенство в двух разных объектов до равенство мой физический рост и длина моей тени это же разные это сущность это тень и предмет да вот идея равенство откуда она появилась в его сознании вот почему я сразу две темы обозначил чтобы вы это поняли да философия науки она не просто описывает описывают вот ситуацию вот я сейчас вам рассказал историю да это эпизод из истории науки но я ведь не объяснил как и почему в лес пришел к этому решению и может быть я не смогу это объяснить это вообще-то где-то тайна да но хочу сказать одно что вот идея равенства как идея где-то она очевидно является архетипом это то что нам соприсуще изначально это то что априорно но об этом у нас речь пойдет потом только я хочу чтобы вы поняли что можно эту же проблему рассматривать на разных уровнях вот можно проблему описать я сейчас ее описал вот я вам дал эпизод о какой изобретательная уму фалеса этого мало а как он пришел к самой этой идее сравнить так разные вещи на основе самой идеи равенства откуда идея равенства возникает ты сегодня большая загадка вот эта глубина хорошо теперь дальше но такой еще интересный момент такой интересный момент связанность с тем что древние вообще любили любили одушевлять природу одушевление природу называется генозаизм генозаизм гилу это материя зоо жизнь все живое все живое для полиция не было различий живого и мертвого это характерная черта греческой натуры философии но на другой волосы вы понимаете что такое философия природы другого союза это такое состояние нового союза чирного мышления когда еще нет отдельно на отдельно наук и отдельно философии нет еще отдельные балоги нет отдельно физики отдельно философия есть комплекс комплекс так нерош000i он не комплекс то чтобы называемый синкретизмом первоначальный сиим три rh NFS Характерен для натурной философии. Синкретизм, нерасчлененность, недифференцированность. Вот такой синкретизм мы с вами и видим здесь. И так все одушевлено. И об этой одушевленности свидетельствует очень ярко два предмета. Два предмета. Вот будем сейчас следить за ходом мыслей Пифагора. Магнит. Действует на расстоянии. Таистная сила. Проявляется через магнит. Производит работу на расстоянии. Без прямого контакта с предметом. Янтарь. Тоже способен притягивать. Но уже не металлические объекты, а другие. Кусочки шерсти и так далее. Посмотрите, что сделал Фалес в данном случае. Он сблизил явление. Магнит и янтарь. Очень непохожие вещи. Очень непохожие вещи. Вы знаете, как выглядит магнит, железка. Вы знаете, как выглядит янтарь. Застывшая смола. Опять поиск сходства. Опять поиск аналогии. Но здесь для нас важна другая категория. Категория связи. Вот Фалес связал янтарь и магнит. Это уже наука. Это уже наука. Обратите внимание, что в природе, в природе, как таковой, в реальности, в общем-то, магнит и янтарь никак между собой не связаны. Никак между собой не взаимодействуют. И вряд ли вы их встретите вместе когда-нибудь. Правильно, да? А почему он их связал? Вот, да, связал, да, связал гениально. И, в общем-то, мы сегодня знаем, что это разные явления, но вообще-то их поведение объясняется одним и тем же механизмом. Это электромагнетизм. Правильно, да? Это электромагнетизм. Он проявляется и в магните, он проявляется и в янтаре. Но это 19 век, когда Максвелл, Парадея и Максвелл. Конечно, этого не мог знать. Полез, но он явление, еще раз повторяю, сблизил, связал. Наука связывает явление. Наука связывает явление. Связь явления – это и есть закон. Одно из самых таких простых определений закона – это связь явления. Но мы потом дадим более глубокие, более развернутое определение закона. Но вот это для начала. Основное, почему он их связал-то? Так. Вот я опять забегаю в будущую лекцию. Вот великий Кант, великий Кант, которого мы будем специально изучать, это, конечно, грандиозный философ в науке. Вот Кант, он говорил, что вообще-то в природе нет тех связей, которые находит наука. И Кант говорил, что связь, связь – это и есть свойство субъекта, свойство мозга нашего, мышления нашего. То есть связь есть в категории априорная, доопытная, доопытная. Априорная, доопытная, ходите, если рожденная нам. Хорошо. Так. Ну, еще один такой, третий случай интересный из истории научных исканий Фалиаса. Следующая задача. Круг. Вот есть круг, вырезанный круг, да? Считаны, греки очень любили работать с предметами, которые заменяли им абстрактные формулы. Их в машине было еще очень предметно. Вот как этот круг разделить пополам? Как его разделить пополам? Ну, возьмите такой круг, возьмите линейку и поищите вот эту серединку. Знаете, очень трудно найти серединку, правильно? Очень трудно. Ошибетесь? Чуть-чуть дошибетесь, да? И вот простое решение. Он берет и складывает круг пополам. Взял и сложил пополам. И вот он вам диаметр круга найден, да? Просто, но гениально. Просто, но гениально. Ну, что можно сказать с этим эпизодом? С этим эпизодом можно сказать, что перед нами, перед нами, в общем-то, первый случай, когда наука использовала, ну, нам известно, конечно, да? Нет отмоделирования. Нет отмоделирования, да? Теоретическая задача заменяется моделью. Ты работаешь с моделью и получаешь результат. Получаешь результат очень конкретный и абсолютно достоверный, абсолютно бесспорный. Вот это такие простые вещи. Аналогия явлений, связь явлений, моделирование явлений. Это то, что нам Фалес оставил в качестве своего великого наследия. И это, конечно, замечательно. Есть еще вот такой любопытный анекдот про Фалеса. Я сейчас его вам воспроизведу. Платон, его анекдот переводит в своем диалоге Театет. Наблюдая звезды и, глядя наверх, Фалес упал в колодец. А какая-то афрокиянка, хорошенькая и островная служанка, подняла его на смех. Он, мол, желает знать то, что на небе, а того, что перед ним и под ногами не замечает. Вот такой анекдот. Потому что Фалес, вот он занимался высокими материями, воспарял над землей. И вот проглядел колодец и туда упал. То есть вот этот упрек обывателю, в чем упрек? Что упрек обывателя, философа, то, что философ как-то вот отвлетает от действительности, отвлетает, отходит. Но вот без этого нет культуры, без этого нет науки. Вот надо иногда смотреть наверх. А смотреть наверх – это значит обобщать, это значит абстрагировать, это значит создавать общие понятия. Хорошо, дорогие друзья. Сейчас приближается перерыв. Я всегда приношу свои книжечки. Как раз вот некоторые из них связаны с сегодняшней темой. Так, и их покупают. Они стоят 10, 20, 30 рублей. Посмотрите, это вам может пригодиться, быть полезным. Современный Кефалеса и его ученики. Итак, проблема поставлена. Эту проблему можно сформулировать по-разному. Поиск единства в разнообразии – раз. Поиск первоэлемента – два. Поиск субстанции – три. Это одна и та же задача. Я бы сказал так. Инвариантная для всех этапов развития мировой науки. Задача поставлена, и каждая эпоха вносит в нее свой вклад. Билетцы ищут первооснову. Полец говорит – вода. И вон дашь современник Анаксимен говорит – воздух. Внимание, начинается расхождение во взглядах. Это очень интересно, потому что, обращаю ваше внимание, состояние науки, естественное состояние, нормальное состояние – это дискуссия. Это дискуссия. Это диалог. Наука не может без диалога. Наука развивается через диалог. Это норма. Это норма. И вот впервые мы видим диалог. Ну, я бы сказал, что здесь диалог, в котором сталкиваются точки зрения, не очень-то уж резко противоположные. Обратите внимание, да? Диалог, он имеет как бы разную мощность. Бывают диалоги, где стороны непримиримы. Абсолютно непримиримы. Разные полюса. Здесь, да, очень разные точки зрения. Но все-таки заберем себя. И вода, и воздух – это материальные субстанции. И фолес, и эноксимен находятся в пределах материализма. Это философы-материалисты. Это философы, для которых первично материальное начало. Да, оно по-разному толкуется. Да, оно по-разному интерпретируется. Но это материя. Рядом с Милетом находится город Эфес. Эфес. Это Малая Азия. Иония. Иония. Здесь чудесная область на зеленом шаре. Вот Гераклит Эфеский. Мы еще вернемся к этому имени. Гераклит Эфеский говорит, что субстанцией является огонь. Третий вариант. Очевидно, был философ, имя которого не сохранилось. Но можно очень уверенно говорить, что он был. Который предлагал в качестве субстанции землю. Вот мы набрали с вами четыре классических первоэлемента. Четыре классических первоэлемента. Вода, воздух, огонь, земля. Очень много о соотношении этих элементов говорит Платон. Мы к этому еще вернемся. Проблема обоставлена. И мы уже имеем целый букет ее решений. Именно букет. Четыре точки зрения на одну и ту же проблему. Четыре точки зрения. Естественно, что внутри этой школы шла полемика. И может быть полемика очень острая. Сегодня нам эта сорта кажется преувеличенной. Но тогда это было актуально. Тогда это было остро. Сегодня нет. Что я должен сказать, обобщая именно эту дискуссию? Да, есть расхождение в взглядах. Но очень много общего. Что общее? Пишем у себя. Перед нами четыре модели субстанции. И везде, везде субстанция понимается, если хотите, конкретно чувственная. Конкретно чувственная. Мы чувствуем, что такое вода. Мы чувствуем, что такое воздух. Мы знаем, что воздух можно сжимать и разряжать. Нам в горах не хватает воздуха. Мы знаем, что такое ветер, что такое воздушный шарик. Мы воздуха не видим, но, скажем, облака прорисовывают динамику воздуха. Циклоны рисуют нам витрии, структуру витрии. И мы понимаем, что воздух живет сложной жизнью. Перед нами горизонт конкретно чувственного. Наука находится пока внутри этого горизонта. Конкретно чувственного. Данного пишем у себя непосредственно. Нам непосредственно даны все четыре стихии. Непосредственно. Прямо. Следующий шаг, очень важный шаг в развитии науки, в развитии мысли был выход за этот уровень конкретно чувственного к представлениям материалистическим. Пока мы находимся в рамках материализма. Но эти представления уже теряют качество наглядности. Качество наглядности. Пока мы оставались в пределах опыта, где работает принцип наглядности. Сейчас мы должны сделать очень важный шаг. Очень важный шаг. Он имеет принципиальное значение в истории. Академия. Он открылся в Grad am μια воде. ů